Маттеуш, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас из Минска. Календарная зима, она уже закончилась, но ее отголоски, я думаю, мы будем слышать еще и до конца марта и в начале апреля. Какой это зима была для поляков? Ну, наверное, тяжело, хотя я думаю, что все-таки прогнозы были намного худшими, не только в силу погодных условий и относительно легкой зимы, но и в силу определенных действий польского правительства, которое пыталось хоть как-то смягчить последствия вызванного санкциями кризиса, ну, удалось как-то пережить. Хотя, конечно, уровень жизни упал до, скажем, уровня, который в последний раз у нас в Польше был где-то в 90-е, наверное, как минимум среди некоторых социальных групп и некоторых частей польского общества. Конечно, тяжело, инфляция продолжала расти, стоимость основных продуктов, необходимых продуктов, продуктов первой необходимости выросла. Так что, ну, я думаю, что даже в сравнении с этим пандемическим кризисом, который случился до этого, было намного тяжелее, несмотря на, как я говорю, попытки правительства как-то смягчить последствия того, что происходит. — И сейчас польское руководство, можно сказать, очень активно пытается закрыть границу с Беларусью. В частности, для легковых автомобилей остался единственный действующий пункт пропуска — это Тересполь. И, как мне кажется, это сделано для того, чтобы в том числе ограничить возможность поляков посещать Беларусь по безвизу. И хотелось бы узнать у вас, насколько вообще наш белорусский безвиз востребован у граждан Польши? — Проблема заключается в том, что большинство граждан Польши, скорее всего, даже не знают про то, что существует безвизовый движение в решении белорусских областей, в решении белорусского руководства. Так что, поэтому, этим воспользовалась незначительная часть тех, которые теоретически могли бы воспользоваться, если бы просто об этом знали. В польских СМИ об этом практически вообще не говорилось. Я имею в виду в основных польских СМИ, не только государственных, но и других, которые тоже, мягко скажем, придерживаются антибелорусским позициям, жестко-антибелорусским. Так что, а если уже об этом говорилось, конечно, Министерство иностранных дел Польши публиковало члены предупреждения, что лучше вообще в Белоруссию не ездить из-за соображений безопасности, как бы того, что соседи в Украине продолжаются вооруженные конфликты и все прочее. Хотя, конечно, мы тоже являемся соседями Украины, да, так что на Белоруссии, я думаю, что в Белоруссии не уровень безопасности такой же, как и в Польше сейчас. Я имею в виду в контексте данного конфликта. Но, тем не менее, действительно, публиковались официальные предупреждения и рекомендации польского МИДа. Насколько они подействовали, я не уверен. Я думаю, что, скорее всего, подействовал тот факт, что, ну, действительно, поляки просто об этом не знают. Плюс еще, конечно, определенный уровень антибелорусской пропаганды. Те поляки, которые все-таки посетили Беларусь в течение последнего, ну, года уже, скажем так, как действовали вот безвизовые режимы, ну, удивлялись, честно говоря, обращая внимание на уровень цен, там, ну, на то, что вот довольно выгодно покупать вот эти продукты. Так что, я думаю, что многие бы о этом воспользовались, если бы просто об этом знали. Но, что касается границы, хочу обратить внимание на то, то, что решение польских властей вызвали довольно большое недовольство. Но особенно среди польского бизнеса, имею в виду транспортного бизнеса, тех компаний, которые занимались транспортом в Беларуси, и, скорее всего, это, конечно, ну, как-то скажется, может, не в большой степени, но, тем не менее, на рейтинге польских властей, так что, на самом деле, решение, которое противоречит основным экономическим интересам не только вот грузовых перевозчиков, а вообще польской экономики, многих польских предпринимателей. Так что польские предприниматели точно не одобряют данное решение. А что касается вот других, я бы сказал, всего вот этого спектакла на польско-украинской границе, вот этого театра, устроенного польскими властями, я говорю про противотанковые ее же, и другие вот сооружения, которые сейчас появились на польско-белорусской границе. Я не думаю, что польское общество воспринимает это иначе, как именно определенный спектакль. Вот я, кстати говоря, да, хотел спросить у вас о этих противотанковых ежах, которые устанавливают на границе с Беларусью. А для чего это делается? Ну, неужели польское руководство действительно считает, что Беларусь каким-то образом будет вторгаться на территорию Польши? Я, конечно, не думаю, что польское руководство в это верит, но тем не менее, вы знаете, на самом деле весь политический имидж, потенциал польского руководства, нынешнего польского руководства, строится на создавании искусственных, создаванию каких-то угроз, создаванию чувства среди граждан, ощущения, что правящая партия является единственной политической силой, которая в состоянии гарантировать безопасность Польши, в том числе проводя свою оборонную политику, которая, по сути, заключается в удвоении бюджета Минобороны. Вот сейчас у нас практически мы вышли на первое место среди европейских стран на расходах на вооруженные силы Польши. Так что, я думаю, это как раз связано с тем, что мы находимся как раз в преддверии избирательной кампании, у нас осенью парламентские выборы. Так что правящие элиты пытаются создать самым себе такой имидж, что они являются единственным гарантом безопасности Польши. Хотя, естественно, никакой угрозы Беларуси нет. Я все-таки уверен, что среди польских политических элит есть понимание того, что у Беларуси вообще, честно говоря, даже среди самых радикальных и относящихся очень критично по отношению к Польше беларусских деятелей, политиков, никогда не было никаких призывов вооруженной агрессии против Польши. Кстати, единственным, любопытным, единственной политической средой Беларуси, в которой действительно озвучили какие-то лозунги, претензии на польские территории, были вот так называемые оппозиционеры, которые Польши поддерживали, имею в виду, националисты, Беларусский народный фронт и все прочее. В прошлом, конечно, публиковались, я помню, прекрасно карты, где, например, город Белыйсток указывался как... Как часть Беларуси. ...беларусский, по сути, город, да. Так что высказывались претензии разного рода, но это никак не занималось беларусское руководство, естественно. И даже, скажем, публицисты, эксперты приближенно к беларусскому руководству тоже там не занимались. Так что никакой угрозы нет, конечно. Я просто почему об этом поинтересовался? Потому что поляки, они ведь тоже читают новости, видят, слышат все это. Как польское руководство мотивирует это, в частности, в СМИ, например, установку этих ежей? Ссылаясь на то, что все-таки существуют союзные государства и проходят учения, беларусско-российские учения на территории Беларуси, что на территории Беларуси есть определенные части российских вооруженных сил. Так что я думаю, что главным аргументом публичного пространства, про который говорится, является, по сути, то, что польское руководство пытается представлять Беларусь как практически часть единого пространства, в том числе оборонного пространства Российской Федерации. Это основные аргументы. Но это особенно интересно в свете того, что у Польши, наверное, один из самых больших контингентов американских войск находится на их территории. Да, вот, кстати, интересно было бы сравнить, сколько сейчас Беларуси на территории Беларуси российских военнослужащих, а сколько у нас на территории Польши американских. Я думаю, что американских больше, чем российских на территории Беларуси. Американских здесь больше. Так что, да, это очень, кстати, хороший вопрос. Но надо еще учитывать, и на это, к сожалению, никто в Польшу не обращает внимания, а точнее существует даже определенного рода цензура, чтобы не цитировать, хотя если цитировать, цитировать всего лишь отрывки выступлений белорусского президента и вообще белорусского руководства, стоит обратить внимание на то, что белорусский президент многократно повторяя в том, что Беларусь не является стороной внешнего конфликта на территории Украины, и вообще не намеренно начинать никаких боевых действий. Так что, ну, к сожалению, об этом молчают в Польшу. Ну да, я думаю, они оставляют в основном те отрывки из выступлений нашего главы государства, которые выгодны им для того, чтобы продолжать вот эту активную милитаризацию своих территорий. Да, конечно, еще и многие занимаются попытками, ну, скажем, дезинформации, многим манипулируют определенными высказываниями, передают совершенно неверную трактовку высказываний белорусского руководства. Поэтому растет, как бы, растет, продолжается нагнетание обстановки, как минимум, в информационной среде, в информационном пространстве, в польском руководстве. Вот вы и ранее уже упомянули нашу так называемую оппозицию, которая сейчас скрывается на территории Польши. А как сами поляки относятся к тому, что за их деньги, ведь, по сути, за их налоги, содержат вот этих так называемых политических деятелей? На самом деле, поляки тоже не очень сильно разбираются в том, что происходит, не особенно это интересуются. Честно говоря, я... Ну, правда, не было таких соцопросов, но я почему-то уверен, что большинство поляков вообще даже не знает фамилии этих людей, не знает, кто они. Так что, ну, еще тут присутствует один довольно значительный фактор, который заключается в том, что, ну, как вы знаете, так называемая оппозиция, вот эта часть оппозиции, которая находится за пределами Белоруссии, это в основном люди, которые фационарно занимаются освоением разного рода грантов, они не особенно светятся тут в польских СМИ даже, да, даже если светятся не особо... А польская общественность не особенно понимает, не разбирается вот во всех этих внутренних конфликтах между представителями так называемой оппозиции здесь, что... Ну, я думаю, что сейчас, на данный момент, как ни самой большой популярностью на действенной сфере пользуются бывший послом, бывший министр культуры Белоруссии, я имею в виду Павла Анатушко. При этом хочу тут подчеркнуть, что я сам имел возможность много лет назад, когда он работал послом здесь, в Варшаве, познакомиться с Павлом Анатушко и, ну, как вам сказать, я не считаю, что этот человек мог настолько резко, искренне изменить свое мнение по поводу белорусской политической системы, так что это чистый бизнес бывших там отставленных политиков. Ну, а, повторяю, вот польская общественность не очень сильно, потому что интересуется вообще тем, что происходит среди этих людей, не разбирается во всех этих внутренних конфликтах, даже не знают, вот, кстати, многие поляки с удивлением узнали о том, что в Польше среди так называемых оппозиционеров появилась идея создавать вот эти, ну, не знаю, диверсионные группы, да, как их назвать вообще вот эти хоруги, так называемые, которые сейчас в разных польских городах, хотя не факт, что опять это, возможно, это просто попытка освоения дополнительных дел. А, но об этих так называемых диверсионно-разведывательных группах как-то говорят в польских СМИ или люди просто узнают об этом как-то, может быть, из случайных разговоров? Говорят, но их никто не видел, да, я бы сказал, поэтому я думаю, что есть предпосылки, чтобы считать, что это, ну, как бы, на самом деле проект, который является учительным способом получения разного рода грантов и финансирования, а насколько там действительно есть заинтересованность среди граждан Белоруссии, чтобы вот вступать вот в такие, ну, я даже не знаю, как это назвать, диверсионные группы, да, группы вооруженных, боевиков, да. Я не уверен, не уверен, что белорусам, что самым белорусам, которые находятся здесь в Польше, это интересно. Думаю, что это интересный тем, который зарабатывает на этом деньги, при этом неплохие. Ну, вы совершенно справедливо назвали это проектом, только я бы добавил, что это медийный проект, потому что вот когда был в командировке в Донецке, я общался с российскими военнослушащими, и они тоже говорили, что на фронте этих людей никто не видел, и даже не слышали о них. Конечно, так что, ну, были отдельные случаи граждан Белоруссии, да, но это как бы, ну, никак не связано с деятельностью тех структур, про которые мы сейчас с вами говорим, что никак не связано с какой-то подготовкой, боевой подготовкой на территории Польши. Кстати, наши независимые журналисты пытались, как-то время назад, связаться с этими людьми, ну, просто в рамках журналистской работы узнать, изучить вообще, кто они, да. И у них это, конечно, не получилось, потому что, по сути, это люди молчат не потому, что они там что-то боятся, а, скорее всего, потому что не хотят, чтобы все узнали, что на самом деле, да, это фейковый проект. Потому что им нечего сказать просто-напросто. Но, да, если, вот, как вы говорите, польская общественность, она действительно не особо интересуется вот этими вот белорусскими оппозиционерами, то количество украинских беженцев в Польше она, так или иначе, просто не может не замечать, потому что они же сталкиваются с ними везде, в общественном транспорте, в магазинах, на улицах. И хотелось бы узнать, как сами поляки относятся к такому количеству беженцев из Украины? Ну, давайте сначала, для начала подчеркнем, что они с юридической точки зрения не являются беженцами. В связи с тем, что 12 марта, как раз сейчас была годовщина, польское правительство 12 марта 1922 года приняло закон, который предоставляет, предоставлял этому людям разного рода рготы, разного рода приведения, я бы даже сказал. Но этот закон не предусматривал статуса беженца на этой идее, потому что статус беженца – это как бы отдельное юридическое понятие, которое, естественно, связано с необходимостью того, что данные лица обязаны доказать, что существует угроза жизни, здоровья и всего прочего на определенной территории. Это индивидуальная процедура, у нас украинских беженцев несколько сотней всего еще. Зато украинских иммигрантов, потому что иначе их назвать нельзя с юридической точки зрения, ну, наверное, несколько миллионов. Многие из них появились здесь еще до начала нынешней стадии конфликта. Многие приехали потом. Ну, а что касается отношения к ним польское общество в целом, я бы сказал, что в первые месяцы этого вооруженного конфликта массово поддерживали, ну, в частности, женщины с детьми, которые попадали сюда, на нашу территорию. И практически все держалось на вот этой массовой общественной поддержке этих людей. Ну, потом как-то появились сообщения о том, что многие из таких иммигрантов, граждан Украины, находящихся здесь, ну, скажем, мягко, незаконно используют определенные льготы, привилегии, которые у нас есть. И не особо хотят работать, как я понимаю. Ну, некоторые из них, да, но некоторые просто регистрировались в Польше, получали определенные пособия, возвращались на территорию Украины, и, конечно, учитывая разницу курсов, валютных курсов, жили довольно хорошо на территории Украины, получая деньги из польского госбюджета, да. Ну, правительству, хочу подчеркнуть, что правительство, опять же, в связи с тем, что у нас выборы, и что как-то недовольство выросло по этому поводу среди обычных польских граждан, правительство сейчас ограничивается, это привилегии, льготы, например, связаны с дотационной системой для того, чтобы граждане Украины могли арендовать жиливов здесь, на территории Польши. Ну, зато появились многие другие проблемы, да, которые, которые, я бы сказал, не связаны, не настолько связаны с обычными иммигрантами из Украины, а связаны с присутствием, скажем, определенной среды, потому что вот надо понимать, вот социальный состав тех, которые сюда приехали, на фронт, обратите внимание, попадают на самом деле люди из вот этих малобоспеченных своих населения, потому что существуют определенные и коррупционные схемы, связанные с возможностью получения возможностей. Ну, грубо говоря, да, у них нет денег отмасаться от призыва. Да, естественно, да. Так что, кто сейчас появляется, появилось много хорошо финансового обеспечения. Может, не олигархов, олигархов в других странах им больше неинтересно. Но мы, скажем, с польской точки зрения, даже по нашим стандартам, хорошо обеспечены граждан Украины, которые, например, занимаются вещами, про которые мы уже успели забыть, коррупционными схемами, да, разного рода. У нас в Польше, ну, это один из, кстати, успехов Польшего государства за последние, там, скажем, два десятилетия, где-то, двадцать лет, что у нас действительно получилось искоренить коррупцию. Ну, в смысле, она есть, и в таких масштабах, как ты говоришь, да, на троне, которые явления уже забыли. А вот сейчас у нас поступают сообщения о примере из польской ассоциации футбола, о том, что вот в польском футболе опять появляются вот какие-то коррупционные схемы, и кто этими схемами занимается? Ну, граждане Украины покупают результаты футбольных мальчей, мальчей, и все проще. Дальше у нас очень резко сложнилась обстановка на рынке недвижимости. Почему? Потому что просто приезжали граждане Украины с чемоданами наличных долларов, там, я говорю, да, и вот за наличные деньги покупали недвижимость в многих польских городах. Значит, с одной стороны есть матери с детьми украинскими, которые нигде жить, с другой стороны есть украинцы, которые покупают себе несколько квартир в больших польских городах при этом, вот, в элитных районах, да, и продолжают там инвестировать и зарабатывать деньги здесь. Что-то тоже вызывает определенное непонимание среди польского общества. Ну, в целом, я бы сказал, что, конечно, многие поляки все такие считают, я сам придерживаюсь такой точки зрения, что на самом деле лучше, чтобы они уже какой-то период находили здесь, на территории Польши, чем просто погибали бессмысленно, погибали на фронт-фронтах этого конфликта. Ну да, но вы сказали о их социальном расслоении, но туда вместе, действительно, с матерями и детьми, которые ищут убежище, прибивают и откровенные нацисты. А поляки, я думаю, помнят, как украинские нацисты относятся к ним исторически. А тут я скажу, что по моим ощущениям, по моим ощущениям у этих людей не то особенная политическая идеология, значит, она есть, очень поверхностная, да. Раз вы сейчас говорят там украинские СМИ, что Степан Бандера является национальным героем, всю вот эту необандеровскую националистическую пропаганду. Они вот как-то автоматически это все повторяют в качестве таких лозунгов. Но если вот вы с ними поговорите, во-первых, они, большинство из них, подавляющее большинство из них, они русскоязычные. Сейчас вот поступали данные польских операторов мобильной связи. Ну, там просто статистики связаны с установлением программного обеспечения языка назывателя, да, среди иммигрантов из Украины, граждан Украины. Конечно, 60-65% устанавливаются все в мобильных телефонах русский язык, не украинский. Естественно, на улицах польских городов вы тоже слышите чаще всего русский язык. Ну, они там суржи скажут. Ну, тем не менее, что касается вот этого политической направленности этих людей, я думаю, что да, вы правы, что есть довольно активное меньшинство, которое действительно приближено, скажем, к всяким националистическим течением украинской политики. Но почему? Потому что у них нет альтернативы. Ну, сразу буквально несколько дней после начала специальной военной аппарации российской у нас был заблокирован органами госпозапасности ряд сайтов. Ну, тут, конечно, в первую очередь оппозитивные польские сайты у нас тут восстановлены, цензура, по-моему, штабная, но почему-то были заблокированы в том числе и сайты на русском языке, в основном российские, но тоже там ряд украинских, например. И многие задавались вопросом, а почему же? У нас же по официальным статистикам 3-4% поляков вообще-то читают на русском, пользуются русским языком. Так что присутствие этих сайтов в информационном пространстве никак не влияло на настроение поляков. Но, видимо, это все было сделано для того, чтобы как раз граждане Украины, которые уже здесь находились до начала этой операции, и потом их появилось еще больше, чтобы они не имели возможности получать альтернативную информацию. Поэтому, ну, слава богу, есть белорусские СМИ, которые пока не заблокированы. Пока. Которые на Вену. Некоторые тут ползаются, читают, смотрят. Но, тем не менее, да, просто за этими людьми проблема заключается в том, что у этих людей, у этих людей, граждан Украины, очень поверхностные представления, политические идеологии разные, вообще политические события. Я думаю, что проблема в том, что с ними никто не работает. Имею в виду, если они бы получили какой-то альтернативный контент, альтернативное предложение. Вот, кстати, этим тоже не занимается и российская сторона, которая должна хоть как-то попытаться объяснить гражданам Украины, в том числе и тем, которые находятся на территории Польши, какая вот политическая, идеологическая суть, проводимой ими операцией. Этого нет. Поэтому, когда создается вот такой вакуум, конечно, многие, может, не многие, но какая-то часть из граждан Украины подвергается влиянию вот этих националистических и даже националистических течений. Ну, раз уж заговорили о националистических течениях, то слышал такую новость, что марш национал-радикальных сил в честь, ну, так называемых проклятых солдат в городе Хайнувка был отменен. Хотя до этого его проводили очень долгое время, и там, в принципе, честовали таких убийц, как тот же Рамуальд Райс, который более известен как Буря. А почему его вдруг решили отменить, как вы думаете? Ну, я думаю, что, скорее всего, это связано все-таки с настроением местного населения. Потому что, обратите внимание, что именно среди местного населения, подчеркиваю, граждан Польши. Да, конечно, многие из них являются представителями белорусского меньшинства, да, но не все же. Тоже вот поляки, этнические поляки, которые там живут, прекрасно помнят. Вот это зверские преступления, которые совершали отряды, бандитские отряды, по сути, Рамуальда Райса. Сам Рамуальд Райс, хочу напомнить, что еще где-то 15 лет назад Сам Рамуальд Райс был объявлен даже польским институтом национальной памяти, ну, просто преступником. Да, в данном конкретном случае это вообще речь идет о панформированиях, которые совершали, ну, жесткие, как бы, убийства, обращались жестоко с местными населениями. И, ну, опять же, у нас, многие все-таки ощутывают, что зачем вот, как бы, портить имидж властей, да, разрешая вот такого рода шествия в регионе, где данный персонаж, одиозный персонаж Райса воспринимается однозначно отредятелем. Думаю, что это за ним связано. Вот, к слову, об альтернативных источниках информации часто читаю сводки нашего пограничного комитета, и очень часто появляются новости о том, что польские силовики не продолжают силой вытеснять бешенцев на территорию Беларуси. И, притом, многих этих бешенцев впоследствии находят мертвыми. А в Польше это как-то освещается или это просто замалчивается? Определённая часть польской оппозиции периодически об этом говорит. Я думаю, что где-то несколько, ну, в начале марта появилась информация о том, что нашли какие-то места захоронений в польских лесах под польской стороной границей. Было насчитано, официально было насчитано 38 жертв. 38 жертв, ну, в частности, граждан Афганистана, нескольких других стран. Но, знаете, проблема в том, что уже забываем про то, что происходило в Польше до начала той стадии вооруженного конфликта. Что даже Евросоюз, что тот же Бруссель, Берлине, все другие западные партнёры Польши указывали на то, что в Польше практически отсутствует независимая судебная система, а тем более уж возможность проведения независимых прокурорских расследований. Но в этом заключается проблема. Наверное, там есть какие-то мероприятия, естественные мероприятия по этому поводу. Но, тем не менее, никаких уголовных дел по поводу всё-таки гибели людей на данный момент нет. Я как бы ни про такое не слышал пока. Имеем дело с авторитарной властью, которая, по сути, пытается скрывать вот все эти факты. Ведь не случайно, когда не допускали журналистов, в момент обострения миграционного кризиса, не допускали журналистов. Кстати, тех, которые допускали, бывало, что их там избивали польские военные, что не нападали на журналистов. Так что простой информации нет. И я боюсь, что мы на самом деле не узнаем, что на самом деле это произошло, про количество жарь и всё прочее, потому что польское руководство будет это скрывать тщательно. Вы упомянули такую цифру, как 38 жертв, которые были найдены в польских лесах, в приграничье. Но вот евродепутат от польской партии «Гражданская платформа» по фамилии Ахойская, она вообще заявила о том, что в польском приграничье, в лесах, захоронено около 300 бешенцев. Я уж не знаю, насколько эта цифра достоверна, конечно, но она так или иначе звучала. Да, звучала. И польское министерство юстиции сразу после этого высказывания подало иск, если не ошибаюсь, именно министерство юстиции или там другие государственные польские структуры тоже к этому присоединились. Они подали иск против Ахойской. Вот теперь вопрос. Вопрос к польскому руководству следующему. Даже если это так, даже если она права, учитывая тот факт, что, как я уже говорил, во-первых, все прокуроры, во-вторых, большая часть судебной системы подчиняются напрямую польскому правительству. Как мы можем узнать вообще правду, про то, что там происходит? С другой стороны, откуда у Ахойской информации про именно там 300 человек там? Вот тоже, как бы, учитывая тот факт, что, как мы уже с вами говорили, туда не допускали вообще журналистов, тем более каких-то активистов их там задерживали. Ну, я не думаю, что в Ахойской есть там достоверные источники информации, что она может вот прям так посчитать, что было столько и столько же. Проблема, которую мы не способны решить. Я думаю, что мы сможем решить эту проблему только тогда, когда в Польше появится независимая судебная система и относительно, хотя бы относительно независимые прокуроры. Пока у обычных, как бы, людей, даже там оппозитивных политиков, евродепутатов, как Ахойска, например, у них нет инструментов, чтобы действительно провести там расследование всех этих событий. Ну да, но так или иначе, какая-то часть заинтересованных граждан Польши туда проникает. Вот я слышал, например, о такой группе волонтеров, как группа граница. И вот, насколько я знаю, они так или иначе поставляют, ну, более-менее, наверное, достоверную информацию о происходящем. Хотя их тоже, естественно, так просто туда не допускают. Конечно, и я уж уверен, что если бы, предположим, что там существуют какие-то места действительно захоронений, их туда уж точно не пускают. Вот в этом я уверен. Так что, конечно, инструменты там, гражданские попытки расследования, журналистские расследования, они, конечно, помогают и теоретически могут помочь выяснить некоторые события. У этих людей все равно нет таких инструментов, как у следователей. Этим должны заниматься независимые следователи. Вот, кстати говоря, часто общаюсь с российскими политологами, и они высказывают такую точку зрения, что следующая страна, которая может быть втянута в этот конфликт между Россией и Украиной, может быть Польша. Но готовят ли как-то в Польше платформу для этого? Объясняют ли необходимость? Говорят ли о том, что, например, Львов нужно присоединить обратно и так далее? Я думаю, что определенная часть российских коллег, с которыми я тоже часто и регулярно общаюсь, они переулечивают этот фактор, потому что Польша, по сути, нет заинтересованности в каких-то там возвращении западных областей Украины. Почему? Потому что, во-первых, они экономически недоразвиты. Это самые отстойные регионы Украины. Мы же не говорим про промышленные, не про Петровский, там, Харьков, вообще про развитые территории, мы говорим про самые отстойные территории с точки зрения экономики. Значит, туда требовались бы огромные вложения, чтобы вообще восстановить эту территорию. И не в силу там военных, ну, в последствии войны, да, а в силу просто того, что никто этой территорией не занимался во время независимой Украины с 1991 года. Значит, что касается вот этих аргументов, что там в польсках правительства есть такой план, вот этим пользуется польская оппозиция. Радос Вовщековский, бывший министр иностранных дел, он действительно обвинял правительство, что они рассматривали такой вариант. Я в этом не верю. Радос Вовщековский является участником, ну, скажем, предвыборной кампании, которая уже, по сути, сейчас в Польше началась, да, и поэтому он высказывает такого рода, но при этом он это говорит в качестве обвинения, что вот вы пытались договориться там с Россией насчет раздела украинских территорий. Такого нет. Что касается попыток втягивания Польши в конфликт, ну, вообще я считаю, что у англосаксов есть определенная политика, мы наблюдали за тем, что происходило в Грузии в последние дни на разных других направлениях, вот в Молдове, есть ряд стран, которые стоят, стоят как бы в очереди и действительно могут быть втянутыми в этот конфликт. Среди польского населения, конечно, попытки втягивания нас в любой вооруженный конфликт не ползаются никакой поддержкой, так что то было бы довольно сложной операцией. Я думаю, что большинство поляков вот в таком случае, просто, я имею в виду мужчин призывного возраста, просто покинули территорию Польши. Ну, если бы, например, их кто-то хотел отправлять на территорию Украины, если бы продолжалась эскалация, какая-то эскалация с участием Польши. Ну, конечно, все это решения насчет эскалации, насчет втягивания новых субъектов в данный конфликт, они принимаются в совершенно других центрах принятия решений, имею в виду в англосакских центрах принятия решений. Тут как бы надо было бы спрашивать у американских и британских экспертов, насколько они считают, что действительно есть такой план вот втягивать, втянуть Польшу, например, в данном случае. Я тут не согласен, я вот с вами недавно провел очень интересную беседу с Скоттом Риттером, американским военным экспортом, он, например, считает, что Польша пытается втянуть США в Третью мировую войну. Я вот лично считаю, что, возможно, Польшу будут пытаться втянуть в конфликт с Россией, да, и с Белоруссией в том числе. Но почему? Потому что я не настолько оптимистично отношусь, как Скотт Риттер, к самостоятельности польского политического руководства. Я все-таки считаю, что оно не стопроцентно, но в большой степени контролируется за ним. Польские граждане, они едва ли вырасят такую же готовность воевать. Но у Польши ведь есть регулярная армия, и эти 4% ВВП, они, ну, наверное, тоже о чем-то говорят. И вряд ли о попытках укрепить именно обороноспособность. А в армии это, ну, сами знаете, как работает. Есть присяга, есть приказ, и выполняй. Да, но по официальным данным за 22-й год около, ну, больше 9 тысяч польских военнослужащих уволилось из ряда в Польской армии. Есть предположение, и это тоже, и это тоже следует с общения с бывшими военными, с разговором с бывшими военными, что многие из них уволились, потому что они, ну, как бы, члены их семьи опасаются того, что их отправят действительно на фронт, да, на этот украинский. это самое большое количество за, ну, да, за последние 20 лет, самое большое количество профессиональных военнослужащих, которые уволились, ушли на пенсию, хотя многих из них еще не было, там, полноценные пенсии, они, как бы, решили, решили, как бы, пенсионным возрастом, перед достижением пенсионного возраста просто уйти из армии. Это первый фактор. А второй, конечно, да, про это 4%, действительно, мы с вами уже говорили, да, но надо еще посчитать, польского оружия попало на территорию Украины, да, и, и вот тогда мы можем сравнить, действительно, насколько польским, польским руководством руководству польского, польскому и оборону удастся вообще, ну, как-то укомплектовать польскую армию, потому что, вот, кстати, президент Анджей Дута, по-моему, в Давосе, на форум в Давосе, он публично сказал, что мы практически отдали все оружие Украине, украинцы, что польская армия разоруживалась, теперь будет покупать оружие, ну, конечно, где будет покупать оружие в США, что еще выгодно, не игроком военно-промышленного комплекса, как мы понимаем, то миллиарды долларов, конечно, но насколько это повлияет на обороноспособность, а уж тем более на наступательный потенциал польских вооруженных сил, я сомневаюсь. А еще я слышал, кстати, раз уж вы заговорили о поставках вооружений из Польши в Украину, что поляки собираются передать какую-то часть своих МИГов, которые есть у них на вооружении, в Украину, хотя Россия не единожды и прямо заявляла о том, что поставка авиации будет означать, ну, фактически прямую вовлеченность в конфликт. Как вы думаете, пойдет все-таки на это польское руководство или нет? Опять же, это зависит от реакции внешних партнеров. Но я вам хочу напомнить, что все возможно, потому что вот вспомните историю с танками, мы с вами уже слышали про вот столько вот этих красных линий, про которые говорилось в российском информационном пространстве, даже говорили некоторые представители Российской Федерации, а потом не было никаких последствий. может, к счастью не было никаких последствий, не знаю, но тем не менее никакого резкого ответа не было после того, как были определенные предупреждения Москвы, потом Запад все-таки игнорировал все вот это предупреждения и вот так получилось. Так что я уверен, что если будет принято решение коллективным Западом, а доставка вот именно такой техники, значит, вообще укрепления воздушных сил Украины больше, конечно, будет одной из первых стран, которые передадут, которые передадут, и об этом действительно сейчас говорится, а поскольку об этом говорится, я думаю, что скорее всего это произойдет, но из согласия старших партнеров по НАТО, так скажем, Варшавы, не сам Варшава будет принимать решения самостоятельно. Да, вот вы, кстати, уже не единожды говорили о том, что это зависит не от Польши, а от каких-то других, ну, более крупных и влиятельных игроков, но у польского руководства же должны остаться ну, хоть какие-то капли независимости, или вы считаете, что они напрямую зависят от решения более крупных игроков по НАТО? Ну, в плане внешней оборонной политики, я думаю, что да, что они в большой степени зависят. В плане внутренней политики, знаете, у США, у Индосаксов вообще есть такой подход. Вспомните про то, что, например, Вашингтона не мешало, что там в ряде стран, которые объявляли своими союзниками, допустим, в Чили, Пинаджета, могли бы перечислить тут ряд обеспеченных стран, им не мешало, что там нарушались права человека, какая там внутренняя политика проводилась, совершенно неинтересно все вот это было. Так что я думаю, что в области внутренней политики есть какой-то степень независимости. Если, конечно, речь не идет о американских экономических интересах потому что тут, как бы, что касается, например, попыток нарушения польским правительством позиций американских корпораций показывает пример одного из телеканалов, одного из самых больших телеканалов больше, который принадлежит Дискамера американскую корпорацию И как только правительство, поскольку это оппозитивный канал, как только правительство попыталось ограничить лицензию этого канала, сразу же возникла реакция американского посольства, даже и Вашингтона, американского посольства. И сразу же польское руководство отменило свои предыдущие решения. Мгновенно все это происходило. Так что у Польши и у таких стран, как Польша, я думаю, что есть возможность принятия независимых решений в ряде областей, связанных с внутренней политикой, если они только не касаются американских экономических интересов. Но что касается внешней политики и оборонной политики, я думаю, что тут все консультируется как минимум с западными партнерами. Что ж, спасибо Вам большое за эту беседу, за интересные, содержательные ответы. И всего доброго. Спасибо. Вам всего доброго. Спасибо.